Здарова всем, друзья! С вами, как всегда, Гостом, и продолжаем смотреть моды для GTA 5. Как много тайных мест в GTA вы находили? Я думаю, немного. И то, наверняка, те места, что вы смогли найти, уже были найдены другими игроками. Так вот, сегодня, ребята, я бы хотел показать вам еще одно или даже несколько мест в GTA 5, о которых вы даже не слышали. Места, которые вы никогда не нашли, и которые очень сильно вам, я думаю, понравятся. Ну и в самом начале этого ролика, ребята, перед тем, как мы приступим, я бы, конечно же, хотел попросить вас не забывать ставить лайки. Давайте, ребята, для вас это всего лишь 2 секунды вашего времени, а мне будет очень сильно приятно. Также не забывайте вступать в нашу уже большую семью призраков. Скоро нас будет 2 миллиона человек. Наша семья реально очень быстро растет, и я приглашаю вам присоединиться к нам. Я думаю, здесь будет очень интересно. Ну, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на канале. Но перед тем, ребята, как мы с вами начнем поиск того самого места или даже тех самых мест, я бы хотел показать вам сегодня одну интересную машинку, которая меня очень сильно обрадовала. Да, ребята, это 918 Porsche Spider, да. Причем, ребята, он не совсем обычный, он полностью затюнингованный, то есть на нем стоят эксклюзивные обвесы, эксклюзивный двигатель очень мощный. Я думаю, было бы интересно, конечно же, показать вам эту машинку. Собственно, что я и хочу сделать. Давайте будем усаживаться, посмотрим, на что способна эта безумная тачка. Сразу же скажу, что она реально дичайшая какая-то. Давайте вот так вот маленько пройдемся, буквально 2 минутки, ребят. Так, ну что, в общем-то, по внешке она реально тащит. У нее просто шикарный внешний вид, ребята. Ну, вы сами, да, прекрасно это видите. Я не знаю, ну, мне она очень нравится. Ну, и давайте посмотрим сразу же скорость. Я думаю, всех это именно интересует. Ну, а разгон у тачки реально безумный, ребята. Сразу же скажу, что я никакой скорости не настраивал машине. Она гонит так сама. Ах, блин! Ну, тут как бы тюнинг-то есть, сами понимаете, да? То есть, там, турбонаддув, ускорители всякие и так далее. Но, в целом, тачка, ну, она реально, ребята, она просто безумная. Вы видите, да, какой у нее разгон? Я не знаю, мне очень сильно она понравилась. Я думаю, что, ребятки, эту тачку можно использовать в вашей ГТАшке 5, если вы устанавливаете все моды. Воу! Ну, капец. Так, ох ты, я как ее хорошенько поломал. А знаете, что тут самое интересное еще в этой машине есть? У нее как бы есть одна интересная комплектация, скажем так. Она немножко необычная, блин. Вот реально немножко необычная. Посмотрите. Я могу сделать так. Я могу просто взять и открыть багажник у этой тачки. Ну, то есть, где находится двигатель, чтобы мы смогли это все дело рассмотреть. Я ни одной машины еще такого не видел. Это просто жестко. Типа, реально катаешься такой без задней крышки и... Даешь всем полюбоваться на этот огромный движок. Сколько тут? Я не знаю. Тут V12, наверное, какой-нибудь битурбо там. Ну, что-то в этом роде, да? То есть, тачка реально безумная. Посмотри, какие у нее хлопки просто из волхотных труб, которые находятся вот тут вот сверху. Бах! Просто... Оу! Ну, да. Тачка, кстати, хорошо управляется. Это я просто... Я так на нее езжу как бы. Посмотрите на эти хлопки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какие огни, ребята. Ну, короче, просто реально волшебная машина. Ладно, ребята. Давайте уже не будем тратить времени. Все-таки, я думаю, многие из вас уже захотели посмотреть то самое место, про которое я, ребята, вам рассказывал. Сразу же скажу, что это будет секретный бункер, который вы еще даже не видели. Ладно. Давайте будем отправляться уже на место. Ну, вот мы и подъезжаем уже к этому месту. Да, на самом деле находится оно в труднодоступном месте. Прямо в горах. И, знаете, мне кажется, на Поршике я туда просто не проеду. И на этот случай нас здесь уже ожидает следующая крутая тачка. Вольсваген Туарек. Причем прокачанный он, ну, просто вообще жесть как жестко. Вы видите это вообще? Это Туарек, реально, который по вашему городу обычно ездит. Да, вот такой вот он теперь. Просто жесть. И если вы вдруг еще не знаете про эту машину, если вы вдруг ее еще не видели у меня на канале, это означает только одно. Вы не смотрите мое шоу «Привет, президент». Просто безумно интересное шоу. Если вдруг вы его еще ни разу не посмотрели, я рекомендую реально зайти на канал и посмотреть «Привет, президент». Я в этом шоу очень стараюсь, ребята, снимаю реально интересные видосики. Поэтому, я думаю, вам будет интересно. Зайдите, посмотрите, ну, хотя бы одну серию. Так, ну и что? В общем-то, мы с вами уже приближаемся потихонечку. Вольсваген здесь едет, ну, просто безумно. Ему вообще наплевать на все вот эти вот горки, не горки, там, кочки и так далее. И где-то здесь нам нужно сейчас будет маленько порыскать. И я должен буду уже найти в скором времени меточку. Она должна будет у меня здесь уже где-то отобразиться. Давайте пробежимся маленько. Вот, вот, ребята, все, я уже вижу, вижу все на карте, вижу. Отличненько. Только как мне сейчас тут пройти? И вообще, тут есть какой-то другой ландшафт? Погоди. Как? Где там, что ли, снизу? А, погоди, ничего же нету. Так, погоди, реально ничего нету. Давай спускаемся. Может, там просто маркер какой-то? Что-то я не понял. Где? Вот! Я вижу! Так, 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 так. Спокойненько, спокойненько, ребята. Спускаемся вот так вот аккуратненько, аккуратненько. И... Да, мы нашли, ребята, мы нашли это место. О, как его запрятали. Вы просто посмотрите. Подписано. Go Bunker. То есть, войти в бункер. Ой, ребята, знаете, что я думаю? Там будет очень интересно. Так, давайте приготовимся на всякий случай. Я не знаю, кто нас там будет встречать. Все, заходим. И мы с вами внутри. Так, что это за место такое? Ну-ка, погоди-ка, может, сделать ночь? Может, ночью будет интереснее все это дело выглядеть? Давайте попробуем. О, оно стало намного страшнее. Если честно. Так, у меня есть что-нибудь с фонариком? Дробовичок какой-нибудь, может быть? Да, есть. Шикарно. Шикарно. Вот так вот наш обычный ролик про секретные места перетекает в какой-то жуткий видос. В очень жуткий видос. Там что-то висит. Ну-ка, погоди-ка. Мне это уже не нравится. Так, что тут за место такое? Там ничего? Окей. Окей, окей, проходим. Потихонечку проходим. Но я вижу там... Я вижу там нечто неприятное на самом-то деле. То, что не вызывает мне никакого, скажем так... О-о-о-о. Хорошего чувства. Так, тут что, яма что ли какая-то? Посмотри, просто тут везде ловушки какие-то. Вот! Чего, блин? Это... Это труп. Ребята, это труп человека. Привязанный. Кем он был привязан? Так, и кровь. Вот это жесть. Вот это, блин, пещера. Чё делать-то? Идти дальше, нет? Ребят, вы бы испугались? Напишите в комментариях. Вы бы вот, если бы в реальной жизни пришли в такое место, увидели вот такое. Реально, напишите. Вы бы пошли дальше? Вот реально, представьте. Вы со своими друзьями решили прогуляться. Ну, где-нибудь по лесу. И вдруг нашли старый заброшенный бункер. Ну, у вас просто было желание туда зайти, посмотреть. Как бы всё нормально. У вас фонарики есть. И вдруг вы натыкаетесь вот на такую картину. Чё бы вы делали? Вы бы пошли дальше? Или бы убежали домой? Напишите-ка об этом в комментариях. Я бы, наверное, испугался и побежал домой. Да, я трус. Но такие дела. Мне даже в ГТАшке 5 страшно. Чего уж говорить о жизни. Куда мне там бежать, блин? Так. Воу-воу-воу-воу. Везде ловушки. Так, давай спокойненько. Спокойненько. Чего, блин? Тут ещё один труп. Только теперь уже расчленённый. Господи. Что ж это за место? Что тут творилось такое? Мужчина, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, как мне не повезло-то на самом деле с этим местом. Так, ладно. Давай заходить вовнутрь. Воу. Чего? Воу. Воу. Мужчина, вы не опасны? Вы не атакуете меня? Так. Так, давай уберём всё из рук. Посмотри-ка. Вроде... Вроде не это. Не нападают. Так. Здравствуйте. Вы чего на меня так смотрите все? Нифига себе, блин. Ну, вроде никак... Никак не реагируют на меня. Никто не нападает. А их тут очень много. Вы это видите, да? Так. Эти стоят. Чего-то общаются между собой. Капец. Сколько здесь солдатов. Просто жесть. Так. Эти в туалет. Ты что, серьёзно, что ли? Блин, ладно, давайте посмотрим на этот бункер. Что тут вообще есть? Так. Это выход куда-то. Здесь, здесь, здесь. Просто дофига военных, ребята. Это какой-то военный бункер мы с вами отыскали. Ну, военные хотя бы меня не трогают. Но на самом деле посмотрим, что будет, если я в них выстрелю. Мне кажется, на меня все нападут. Ну, давайте пробежим сюда. Что тут у нас такая за комнатка есть? Я даже карту вижу. То есть у нас тут карта отображается. Так, так, так. Давай, давай. О, это что такое? Почему тут всё чёрное? Весь пол чёрный просто. Чё-то мне подсказывает, что в этом бункере маленькая, ну, проблема с текстурками на самом-то деле. Ну, ладненько. Хорошо, бывает. А вот здесь? Здесь тир, да? Да, здесь тир, я угадал. Нифига себе. Вот это круто. Ну, было понятно, что это тир, потому что такое большое проснаблюдение. Или я ошибаюсь? А, я ошибаюсь? А чё тут тогда? А, да они... Погоди. Чё вы тут делаете, мужики? У вас тут кухня какая-то? Да почему тут такие вот... Такое помещение? Ну-ка, погоди-ка. Давай попробуем перелезть. Быстренько оглядеться. Так, что? Давай дробовик в руки. Так, бежим, бежим, бежим. Ну, тут пусто вроде как, да? Так, и там тоже пусто. Там просто какой-то непонятно какая-то фигня стоит. Слушай, блин, бункер большой, по всей видимости. Очень большой. А вы бы когда-нибудь смогли себе представить, что можно найти вот такое место? Где реально дофига военных, где дофига всякого оружия. И, я не знаю, достаточно, наверное, опасно. Если ты чего-то натворишь, тебя наверняка просто убьют. На самом деле, бункер прикольный. Здесь можно будет укрыться от ядерной катастрофы, например. Или, например, от зомби-вируса. От зомби-вируса вообще изи. Двери просто гигантские. Посмотрите. Это вы запоминайте, ребята. Запоминайте. Кто выживает до сих пор? Кто еще тот самый выживший, да? Выживает в зомби-апокалипсисе. Это вам, ребята, поможет. Реально, место очень хорошее. Я вижу, что тут может служить много провизии и так далее. Но, во всяком случае, мне оно нравится. Так, а здесь я уже был, я так полагаю, да? Ну, да-да-да-да-да. Так, а в этой части? В этой части, по всей видимости, тоже. Так, ну, получается все. Так, ладно, мужики, мне интересно. Вы что-нибудь вообще как-нибудь отреагируете? Если я стрельну. А, да им вообще наплевать, ты посмотри. Ну, ладненько. Значит, этих чуваков просто можно убить. И занять это место. На какие-то у нас посмотрите. Отойдите. Давайте пройти. Хочу подняться повыше. Тут еще какая-то есть. Какой-то маркер есть. А! Что? Чего? 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 Мы с вами вышли вообще в другом месте. Интересно. Очень интересно. Ладно. Давайте посмотрим следующее место. Ну, вот мы с вами и на следующем месте, друзья. Мда. Меточка у меня уже появилась. Значит, где-то здесь находится секретный проход в бункер. Так, ну-ка погоди-ка. А, я не понимаю немножко. Что здесь не так? Он подо мной, что ли? Да, походу придется прыгать. Ну, давай попробуем. А-а-а, лети. Парашют. Вот так вот хорошо успел. Успел, успел. Вон, вижу метку. Так, вот так спустились. Все хорошо. Я разбился, да? Ну, не совсем. Ладненько. Давай проплывать. Таким вот образом. И что, ребята? Я так полагаю, что этот бункер у нас вообще какой-то подводный. Да? Да. Ты посмотри, просто огромная. Просто огромная дверь в стене. Так, ладненько. Заходим, заходим вовнутрь. Что у нас здесь? Здесь очередная шахта. Кстати, она уже поднимается вверх. То есть, воды там не должно быть. Чисто теоретически, да? Воу! Воу-гоу-гоу! Как вы тут вообще проходите? Слушайте, какие огромные катакомбы. Вообще жесть. Здесь радует, что нет хотя бы трупов, да? Там-то просто были трупы. Здесь все вроде как более-менее спокойно. Интересно, так, это не кровь случайно? Нет, это просто камень. Ладненько. Давай заходить уже в само помещение. И мы с вами внутри. Так, вот это уже странное место. Оно, кстати, не таких больших размеров, как предыдущее. Но что здесь у нас творится? Давайте быстренько посмотрим. Так, какие-то у нас тут непонятные химические реагенты. Что-то тут делают. Предположу, что это какие-то наркотики. Да, я был прав. Офигенное место. Слушай, офигенный бункер. Это, походу, бункер какого-то преступника. Офигеть, блин, он замаскировался, да? Нашел себе место. Пушка. Пришельцев. Так, у нас тут для тренажерки все. Не, прикольно. Слушай, прикольненько. Такое, знаете, местечко тоже для выживания. Не знаю, сразу же вспоминать какой-нибудь фаллаут. Или просто зомби-апокалипсис. Классно. Так, тут... А, я понял! Это реально... Это реально дом вора. Это реально дом преступника. Вы посмотрите, тут столько медикаментов. Причем они все ворованные. Так, а это у нас... А, это вообще... Это вообще бриллианты. Это вообще бриллианты тоже, по всей видимости, ворованные, да? Да, это бриллианты. Жесть. Здесь тоже бриллианты. Здесь какие-то медикаменты. А, это часы. Это просто, ребята... А, это вообще украшения в целом, да? И часы, и все. Которые тоже дорогие. Ну, я так понимаю, это просто... Реально какое-то место, где живет преступник. Так, а это его склад. Который он насобирал за какое-то время. Оружие, боеголовки. Все-все, что вообще можно найти, находится здесь, да? Самое такое странное. Так, а это что? Это браслеты. Это тоже украшения. Сколько он всего наворвал? И даже золотой миниган где-то откопал. Ну, нифига себе. Просто дофига денег. Наркотики. Так, и... А, это вообще бивни, да? Бивни слонов наверняка. Которые тоже стоят просто безумных денег. А вот и самое дорогое украшение. Безумно дорогие часы. Это вообще в одном экземпляре во всем мире. Вы посмотрите. Тоже здесь находится. Интересненько. Интересненько. Прикольное место. Мне оно нравится, я бы сказал. Но, знаете, я думаю, оно больше подойдет для выживания в каком-нибудь зомби-апокалипсисе. Реально. То есть, тут, посмотрите, есть и животные. Можно курочку приготовить, которая, в принципе, уже готовится. Кстати, сейчас я ее покушаю. Так, курочек причем много. Как бы, посмотрите, их можно даже разводить. Можно заставить еще всякие предметы интерьера. Все вот так вот, не знаю, растает здесь красивенько. И будет просто шикарное место. Но, в общем-то, как-то так. Ну что, ребята, если вы еще никогда не видели этих мест, как я и сказал в начале этого ролика, пишите в комментариях. Было круто. Ну, просто напишите то, что это были новые места, я их никогда не встречал. Вот что-то в таком роде, чтоб я понял. А если вдруг вы сами находили эти места или видели их у кого-то другого, то напишите тоже об этом в комментариях, чтобы я понимал. Посмотрим, кто окажется прав. Ну что ж, в общем-то, с вами, как всегда, был я, Джекогос. Спасибо, что смотрели этот ролик до конца. Я желаю всем вам удачи. До скорых встреч. Пока-пока.